посмотрите каким каким доброе утро москва посмотрите каким небом встречает меня москва голубое вообще ни единого облачка я не уверена что такая погода сохранится на весь день но время сейчас 7 утра я иду в спортзал я хочу испробовать массаж там есть вот такие современные массажные кресла хочу массаж сделать потом спортзал потом бассейн и потом завтрак и потом я уезжаю из отеля на весь день вот и покажу чем я буду заниматься я сегодня встала в час ночи и я не могла уснуть и не знаю почему наверное то смена обстановки перелета они вечно влияют на мой сон вот и в час ночи я проснулась и в общем до сих пор не спала не знаю во сколько меня срубит но до 9 вечера у меня будет расписан день надеюсь я не усну где-нибудь там по пути я нахожусь вот в таком массажном кресле вот тут их три штуки и у меня в руках пульт сейчас посмотрю и наверно буду делать авто общий подымает верхнюю я прям лежу уже она подымает вверх и потом зажимает на спину и ноги старается вниз то есть зажимает спину и плечи и опускает ноги при этом ноги и ступни продолжают насилие я сейчас на маникюре нахожусь в салоне дашек плензарь также у них здесь есть именные гости вот если видно поклонникам дома 2 нужно знать вот и вообще здесь уютненько так маленький совсем маленькая комната но при этом очень уютненько поэтому результаты увидим позже чем больше выборка из себя сломать хорошенький очень плотный немецкая качество еще новые пока это хорошенько очень красивый цвет очень часто сейчас Сейчас он вообще на пике, наверное, популярность. Он плотный, да. Очень нежный цвет. Давайте его, чтобы ничего уже не было. У тебя тоже красиво получилось. Да. Это что-то мне напоминает помаду, что это такое. Нет, это однотонный. Нет, это однотонный. Да, это однотонный, да? Я вас не снимаю, не понимаю. Нет, 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 нет. Помашьте ручкой? Давай, да. Уже тут даю, что я ничего не делаю. Спасибо большое салону. Спасибо большое. Девочкам очень понравилось. Увидимся в следующий раз. Сюда не приду. Эх, Москва. Я после маникюрчика и после простой укладочки. И сейчас я жду такси и еду на отбеливание зубов. Увидим результат. И да, здесь была такая парикмахерская, сомнительная. В ней работали очень престарелые бабушки. Хорошо, что я не записалась на стрижку, но я бы не рискнула, конечно, постригаться. Ну вот, в принципе, сушила она меня очень быстро. В принципе, вытянула волос. Нужно предупреждать клиента о том, что вот эта парикмахерская, где парикмахеры, такие пожилые довольно-таки люди, конечно же, они не обладают никакими техниками, никакими новыми средствами, не в курсе. И нужно еще предупреждать о том, что оплата происходит в таких местах наличностью. У меня случайно были наличные деньги, поэтому нужно предупреждать людей. Покажу вам немножко Москву. Я нахожусь сейчас на Новом Арбате. Это центр Москвы. Вот напротив меня московский дом книги. Огромнейший, огромнейший магазин книги. В принципе, я бы, если бы я сейчас не торопилась на отбеливание, у меня просто время впритык, я бы обязательно посетила этот дом. Может быть, завтра загляну. Вот. Жду такси. Жду такси. Здравствуйте. В общем, вот это название клиники, где я находилась. и у меня очень болят зубки. В общем, больновато все это дело. Что я могу сказать? Больновато. Красота требует жертв. Зубки беленькие. намного стали белее, конечно. Вот. Но сказали, что эффекты прям белых зубов не ожидать, потому что у меня была тонкая эмаль на передних зубах. Вот. И отбеливание идет уже на всю жизнь. То есть, прежний цвет эмали никогда не появится. Сейчас проявляется чувствительность. Мне дали обезболивающее и дали гель против чувствительности. С собой тоже дали, помазали. Вот. Я думаю, что хорошо стало выглядеть. Я приехала в доме сейчас и собираюсь ложиться спать, потому что какой-то у меня сегодня день был. Проснулась в час ночи, монтировала видео до утра. Потом пошла в семь в спортзал, в восемь завтрак. Собственно говоря, с восьми утра я больше не кушаю. Вот. Потом я пришла с завтрака где-то в десять я уснула. Буквально два часика поспала. Проснулась и поехала на маникюр. Вот, кстати, маникюр. В салоне Дарьи Пынзарь. Так вот он выглядит при ночном свете. И сейчас я смыла косметику уже. А что я вам скажу? Зубки зубками. Но у меня вот рот до сих пор болит. То есть у них вот эти вот капа, которые расширяют рот под лампу. Как будто... Давайте говорить, это подставка под лампу, да? Она не рассчитана на разные рты. Она вот рассчитана на подставку, но при этом у меня рот не такой большой, может, как у других людей. Естественно, они мне там растянули, как могли. Плюс они потом под этот вот растяжитель они добавили... Доктор добавила много тампонов. И, соответственно, у меня еще больше. Мало того, что губа вот так вывернута была, еще и растянулась. И в таком положении я лежала где-то час двадцать. Представляете, час двадцать это все. У меня не затекло ни челюсть, ничего. У меня очень болел рот. Как только она удалила тампоны вот эти, из бинтиков сделаны, из марли, то мне сразу легче стало просто с этой присоской, ну, подставкой. Я не знаю, почему она поставила мне эти тампоны. В общем, я уже хотела на двух... И надо было... Процедура такова, что вначале тебе обрабатывают все десна, закупоривают все, потому что все-таки это перекись водорода, да? И она, естественно, может разъедеть... Ну, грубо говоря, ожог вы получите десны. Вот. Поэтому вначале все закупоривается. Если ты уже, естественно, ты уже с этим растяжителем лежишь, минут 15-20 все это закупоривается. Потом наносится специально вот этот гель для отбеливания, ну, перекись водорода. И на машине 15 минут мне первые держали. Потом опять она все это смывает, опять наносит этот гель повторно, еще 20 минут. Потом опять гель, и еще 20 минут. Вот считайте, 20, 20, 15, 15 или 20 минут она наносила защиту. И она мне уже четвертый раз говорит, ну, посидишь еще, потерпишь 15 минут. Я уже ничего слезами говорю, нет. Ну, правда, можно было еще больше отбелить. Вот. Но, блин, я ожидала, что она каждый раз будет вытаскивать, хотя бы даст мне отдохнуть, потому что у меня просто, я боялась, я уже все, у меня прям слезы были на глазах. И временами стреляла, вот так вот зубы выстреливали как будто. Вот. Пока ехала в такси до дома, тоже несколько раз так сильно, прям была такая чувствительность неприятная, прям уже до корней. Ну, вот на тумбочке обезболивающее, вон там вот, вот это вот гель, приготовила нанести от чувствительности на десна. В общем, буду смотреть. Результат даже меня этот устраивает, честно. Вот. Аккуратненькие стали беленькие зубки, без налета. И сейчас я, уже сегодня я не кушаю ничего, вообще ничего. и завтра, ну и ближайшую неделю, я должна воздержаться от пищи с любыми красителями, да, то есть ни кофе, ни чай, ни там, ни свекла, ни колы, да, и колы и так не пила. Ну, в общем, всё, что с красителями. Вот. И завтра меня ждёт косметолог утром. Не знаю. Что-то я решила всё и сразу сделать, и прям... Надеюсь, не будет больно. А что будет у косметолога, вы узнаете дальше. Субтитры создавал DimaTorzok